друзья всем привет из города оренбург с вами олеся селезнева и я хочу вас обрадовать тем что мы записываем первое видео из нашего офиса который открыли мы три дня назад в городе оренбург и в связи с этим у нас начинается очень полезная и качественная рубрика на моем канале кто не подписан подписывайтесь будет очень много интересного и полезного где мы будем разбирать те вопросы с которыми вы встречаетесь в ходе работы и вот сегодня я хотела бы коснуться очень важного вопроса как правильно начать работать с клиентом либо партнером который присоединился в компанию армей потому что очень часто когда к нам присоединяется человек мы за него держимся дрожим дышим на него молимся на него и готовы часть работы взять на себя согласитесь такое бывает но вместе с тем как растет наша команда растет наш бизнес мы уже чисто физически не можем выполнять какие-то технические вопросы и перекладываем это на человека а человек в недоумении он говорит а почему раньше было так а сейчас вот так что-то нечисто и начинает искать подвохи в бизнесе не доверять вам портится ваш отношения а сетевой бизнес это в первую очередь не забываем друзья бизнес отношений поэтому очень важно грамотно сразу выстраивать правильные партнерский бизнес партнерские отношения как же объяснить дать человеку чтобы не возникло таких трудностей смотрите мы все приходим бизнес бизнес собственный и нам в этом бизнесе никто не обязан и так давайте с вами разберемся как же нам правильно выстраивать отношения с новичком а для того чтобы не возникло таких вот недоверительных отношений а мы с вами пришли в бизнес и у нас есть два варианта сценария первый вариант мы пришли с вами зарабатывать деньги и у нас есть наши с вами клиенты поэтому первый пункт это мой клиент мой клиент вот в этом случае я обслуживаю клиента и я должна организовать ему такой сервис чтобы он хотел покупать ароматы только у меня а я со своей стороны выгляжу профессионалом да я правильно подбираю приглашаю на арома вечера я привожу флакон в нужное время в нужной части я его красиво упаковывают то есть я организую сервис и сервис этот всегда должен присутствовать с каким-то ну бонусом да все люди любят комплименты какой-то подарочек в пакете не знаю как какой-то подарочный сертификат в общем любой комплимент который позволит клиенту понять что он хочет обслуживаться именно у вас с ваших продаж вы зарабатываете деньги то есть если вы продали флакон за 1500 ваша прибыль составила 600 от 600 600 рублей да если вы продали флакончик за 2500 ваша прибыль составила 1000 рублей и вот за эти деньги друзья мы с вами работы это наш с вами доход но есть и второе понятие когда человек зарегистрировался и говорит знаешь я хочу экономить я не хочу чтобы я тебе переплачивал и тогда это человек называется клиент компании он регистрируется в компанию за 100 рублей на три месяца для того чтобы попробовать продукт понять что за компания и хочет ли он в дальнейшем напрямую сотрудничать с компанией армия когда он регистрируется на 100 рублей ему присваивают айди номер на который он может приобретать продукт и здесь человек должен понимать что я уже работаю не с конкретным человеком а с компанией и третий вариант это дистрибьютор компании это человек который приходит в компанию с решением именно зарабатывать деньги он уже полноценно заключает договор с компанией да у него есть папка рабочий так далее у него есть доступ ко всем учебным мероприятием он участвует в распределении всей прибыли это и первый и второй уровень маркетинга то есть пряников здесь гораздо больше но вы должны понимать что и в этом случае и в этом случае человек заключил договор с компанией и когда человек берет напрямую продукт у компании у него есть уже свои расходы как минимум на доставку мы можем брать товар с основных складов компании мы можем пользоваться услугами мини складов любом случае вы как человек заключивший договор должны просчитать свою выгоду до просчитать насколько вам эффективно быстро дешево использовать тот или иной склад и это вы должны сделать сами потому что вы хозяин своего бизнеса даже если вы клиент то вы все равно любите экономить и вы просчитываете для себя свою выгоду поэтому изначально если вы дать человек наставник который пригласил человека вы должны эту схемку ему объяснить бывает конечно так что вы уже начали бизнес и уже допустили эту ошибку как быть в такой ситуации да но на самом деле ничего страшного мы все с вами люди мы все с вами можем совершать так как говорит наступать на чьи-то уже грабли но иногда нужно наступить на свои до чтобы дальше знать как действовать правильно поэтому нужно просто с человеком а взять созвониться встретиться ни в коем случае не в переписке а именно должен быть такой скажем более близкий телесный контакте вы человеку просто объясните либо вы можете сказать что знаешь я достаточно новичок в системе и вот ну стала делать что-то неправильное понимаешь вот эти вот расходы они лежат сейчас на мне то есть получается часть твоих расходов я оплачиваю сама поэтому встретились пообщались с человеком объяснили ситуацию если человек действительно хочет пользоваться продуктом есть человек действительно хочет зарабатывать в этом бизнесе он вас поймет если нет но значит это просто не ваш человек мы с ним не установили вот достаточно тесную связь просто новых людей мы запускаем правильно не совершая эту ошибку ну что ж я надеюсь что я была вам очень полезна и мы сегодня рассмотрели одну из важных тем как не совершить ошибки которые приведут не к тому результату который мы запланировали с вами была олесь селезнева подписывайтесь на мой канал если вы не подписаны также теперь вам доступна подписка на мой инстаграм где тоже будет очень много видео трансляции поэтому обязательно заходи подписывайся на мой аккаунт который ты найдешь ниже под этим видео всем удачи всем пока пока если вам понравилось просмотренное видео ставь лайк и подписывайся на канал также чтобы просмотреть другие интересные видео кликайте по ссылке на экране